Самый сладкий день лета. Межрегиональный фестиваль «День пряника» впервые прошел во Владимире. 2 июня центр города превратился в настоящую сказку. Стартом праздника стало костюмированное шествие от Патриарших садов к Соборной площади, главной площадке фестиваля. Да вот не хотелось мне ходить сюда. Летом-то я сплю, а люди меня разбудили, да сюда к себе позвали. Вот я подумал, было с собой метель притащить, да уж больно жалко людей, улыбаются. Покаянные иллуминайные из Карелии, кикимеры из Вятки, царевна-лягушка Иван-Царевич из Ростова-Великого, Мария-искусница Иисус, Дальбаба-Яга, Дед Мороз из Владимира и многие другие сказочные герои в течение всего дня радовали горожан. Они же проводили конкурс на лучший костюм, главный приз – велосипед. Мы добирались сказочными путями, по сказочным рельсам, да на сказочном поезде, да сказочные сутки. И все-таки мы доехали до этого славного города Владимира. У вас очень вкусненько здесь все, очень сказочно все. И Владимир – это правда прекрасный город. Мы очень рады здесь участвовать в таком празднике, как День пряника. Весь день Владимир принадлежал детям. На Соборной площади проходил праздничный концерт с участием финалисты программы «Голос дети» Первого канала. Главным событием стало вручение ключей от города, символу праздника – прянику-паблику. Под вашим аплодисментом и ключей от города передаем прянику-паблику. Ура! Киркет! Ура! Это отличная возможность повеселиться с ребятами, поделать ручной работой пряники. Сегодня этот день принадлежит детям, и мы будем вместе с ними плясать, веселиться, а вечером их ждет потрясающий фейерверк. В Пушкинском парке и сквере Липки проходили различные мастер-классы – дегустация сладостей, русские игры и забавы. Больше всего детям запомнился мастер-класс по росписи пряника. Каждый желающий смог создать свое собственное сладкое изделие с авторским дизайном. Лошадка, она красивая. Мне лошадки нравятся. Мне нравится синий цвет. Он, мне кажется, хорошо сочетается с красным, так же, как и с белой его такой каемочкой. А вообще понравилось на мастер-классе? Да. А сколько по времени расписывал пряник? Ну, минут 15-20, как-то так. В этот же день на Соборной площади проводили розыгрыш по итогам социального проекта «Лучший ученик». Среди участников конкурса учеников и учителей разыграли велосипеды, мобильные телефоны, GPS-часы и другие призы. Мария Котлярова, Стас Трегубов, Губерния, 33.